Зомби. Зомби тематика сейчас популярна как никогда, хотя она была популярна и 2 года назад, и 5 лет назад, в общем это не важно, игр про зомби действительно очень много, в топ можно смело ставить и 20 игр, и 30, но я отобрал десятку игр, которые лично я считаю самыми лучшими играми про зомби, это лично мой топ, так что усаживайтесь поудобнее и... погнали! Первая игра моего топа это Left 4 Dead, релиз первой части состоялся в 2008 году, релиз второй части в 2009, в те времена игры про зомби было не так уж и много, поэтому Left 4 Dead стала пожалуй одной из самых успешных кооперативных шутеров про зомби, в которую десятки тысяч людей играют по сей день, столь долгую жизнь игре продлили моды, которые позволяют преобразить игру и играть в неё так как вы этого пожелаете. В игре можно играть как за человека, так и за зомби, еще в игре можно сдерживать волны живых мертвецов, перебираться с точки А в точку Б, попутно убивая сотни живых трупов, ну и в конце концов просто наслаждаться веселой игрой с друзьями. Все это и многое другое дает Left 4 Dead возможность по праву называться одной из лучших игр в своем жанре. Я незачем шел сюда, чтобы сдохнуть. The Walking Dead Ходячие мертвецы Данная игра не похожа ни на Left 4 Dead, ни на все последующие игры, которые будут в этом топе. По сути все игры про зомби это веселое развлечение, где нужно просто мочить зомби направо и налево, но Ходячие мертвецы сломали этот стереотип в 2012 году, получив звание лучшей игры 2012 года. В этой игре замечательно все, начиная от проработки персонажей, шикарным сюжетом и заканчивая уникальной комиксной графикой. То есть это как бы не графон, но при этом выглядит здорово, еще и на атмосферу самой игры сильно влияет. Сюжет игры рассказывает историю о маленькой девочке Клементини, которая осталась совсем одна в первый же день зомби апокалипсиса. Историю этой же самой девочки рассказывают и во втором сезоне, и ей же посвящен третий сезон, который выйдет совсем скоро. Дед Айленд и Дед Айленд Риптайт. Весьма неплохой кооперативный шутер от первого лица, вышедший в 2011 году. По сюжету четверо разных людей отдыхают на тропическом острове, но внезапно начинается зомби эпидемия. И по счастливой случайности, именно у этой четверки оказывается иммунитет к зомби вирусу. Теперь им предстоит выбраться из этого острова, попутно помогая выжившим, воюя с мародерами, военными и конечно же зомбями. В игре доступно множество видов оружия, в основном это оружие ближнего боя, которое можно модифицировать. Электрическое, огненное, ядовитое, что больше нравится с тем и бегай. Создавать оружие можно из всего, что валяется вокруг, а вот огнестрельного оружия в игре очень мало. Но это не проблема, потому что в этой игре эффективен как раз ближний бой. Помимо простых зомбарей, здесь есть и кислотные зомби, и зомби-качки, толстяки, шокеи и другие. В общем почти то же самое, что в Left 4 Dead, только здесь игра связана цельным сюжетом, прокачкой ваших героев и множеством других геймплейных отличий. Для веселья с друзьями самое то, одному в этих играх делать нечего. Red Dead Redemption Undead Nightmare Сразу говорю, что это не полноценная игра, всего лишь хэллоуинское дополнение к оригинальной игре Red Dead Redemption. Но на полное его прохождение может уйти порядком 10 часов. Но это же Рекстар, они даже дополнение могут сделать как отдельную игру. По сюжету Джон Марстон живет беззаботной жизнью простого фермера, но однажды ночью в его дом вламывается зомби и кусает жену и ребенка. После этого Джон отстреливает ему голову и отправляется в город, чтобы найти лекарства. Но оказывается, что город уже кишит ходячими мертвецами. Нашей целью как раз и будет зачистка городов и поселение от ходячих трупов. Езда на лошади, отстрел зомбей с револьвера и винчестера, исследование открытого мира, выполнение дополнительных заданий и многое другое. Все это можно делать в простом DLC. Перед вами некая GTA ZOMBI на Диком Западе. Это же 10 из 10, почему ты до сих пор сидишь? Иди играй! Ну да, я бы тоже пошел, но к сожалению, это консольный эксклюзив. Dead Rising. Все части. Самая наркоманская игра про зомби. И самая масштабная тоже. На данный момент только Dead Rising 3 может похвастаться 6000 зомби в одном кадре. Какие-то игры про зомби рассчитаны на сюжет, какие-то на кооператив. Но Dead Rising рассчитан только на упоротость и веселье. Создавать оружие здесь можно из чего угодно, в прямом смысле этого слова. Начиная от огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и заканчивая подобранным камнем, мягкой игрушкой, телевизором и любым другим предметом интерьера. Вдобавок ко всему, в третьей части реализовали вождение. Если раньше действия игры происходили только в ограниченном супермаркете, то теперь перед нами целый город. Машину, кстати, тоже можно улучшать. Создайте настоящего монстра и исследуйте открытый мир. Убивайте боссов и истребляйте зомби. Тут, кстати, четвертая часть скоро выходит, в которой наркомании будет еще больше. И открытый мир станет попросторнее. Так что любителям свежей зомбятинки я бы не рекомендовал пропускать это важное событие. State of Decay Достаточно неоднозначная игра про зомби, которую приняли не так уж и тепло. Игру много за что ругали и в то же время хвалили. Основным минусом игры является отсутствие кооператива, а плюсом атмосфера зомби-апокалипсиса и по-настоящему сложное выживание. Перед вами большой открытый мир, который можно исследовать вдоль и поперек. Искать поселения выживших, брать задания, спасать людей, создавать свои общины, укреплять их и многое другое. Возможностей в этой игре ну очень много. Видно, что разработчики старались делать упор на выживание. Патроны здесь редкость, оружие часто ломается, а зомби достаточно крепкие. Все это дает игроку некий вызов и прибавляет интереса к прохождению. Но самому исследовать этот мир может быстро надоесть. Так что игра придется по вкусу далеко не каждому любителю зомби. The Last of Us Великолепная игра про необычных зомби. The Last of Us это одна из немногих игр про зомби, которая дает возможность игроку пережить начало эпидемии, а потом переместить его сразу на несколько десятков лет вперед. Где самую большую опасность представляют уже не зомби, а люди. Игра вышла в 2013 году и получила множество наград за лучший сюжет и лучших персонажей. The Last of Us и по сей день можно назвать одной из самых красивых игр нашего времени. Смотреть на мир, отвоеванный природой, просто изумительно. Атмосфера на высшем уровне. Плюс отличный сюжет, запоминающиеся персонажи, увлекательный геймплей и многое другое. Поиграть в эту игру должен каждый, но к сожалению или к счастью, игра является эксклюзивом PlayStation. Серия игр Call of Duty. Внезапно, не правда ли? Все началось с безобидного зомби-режима в Call of Duty World at War, где нужно было просто сдерживать волны зомби и продержаться как можно дольше. С тех пор зомби-режим посещает все части Call of Duty. И из него уже даже сделали цельную отдельную сюжетную кампанию. Возможностей по отстрелу нечисти становится все больше и больше. Игру ругают за сюжет, за графику, за сеттинг будущего. Но с тем, что в зомби-режим всегда безумно весело играть, поспорить очень сложно. Разработчики даже продлевают жизнь данному режиму, выпуская в каждом новом DLC по одной новой карте. Да, это не полноценная игра, но времени здесь можно провести намного больше, чем в любой другой игре про зомби. И конечно же получить огромное количество удовольствия. ДИАНГЛАЙД И сделали ДИАНГЛАЙД. И получилось у них великолепно. Действия самой игры разворачиваются в вымышленном городе Харан, где на протяжении уже долгого времени бушует зомби-эпидемия. И власти отправляют на остров Агента под прикрытием, чтобы тот разведал территорию и добыл нужную информацию. Игра действительно впечатляет своим масштабом. Для быстрого перемещения по городу в игру успешно добавили паркур. Также здесь есть множество видов оружия и крафтинг, такой же как в Дэд Айленде. Разновидности зомби тоже есть, но помимо всеми известных здоровяков и толстяков, в игру добавили ночных охотников. С помощью которых игра превращается в настоящий хоррор. Способствует этому и смена дня и ночи. Помимо того, что вокруг становится практически ни хрена не видно, ночью зомби становятся агрессивнее. А ночных охотников и вовсе лучше избегать, пока не прокачаетесь и не сможете дать им отпор. Игра рассчитана на кооперативное прохождение вместе с друзьями. Ну и последняя игра моего топа еще не вышла. Я мог сюда добавить любую другую игру про зомби, коих еще очень много. Но мысли об этой игре не покидает мне еще со дня ее анонса. Days Gone. Разработкой данной игры занимается молодая студия, которая известна по вот этой игре. Ну то есть вообще неизвестно. Но показанный трейлер и геймплей игры произвел на всех огромное впечатление. Игра чем-то напоминает и The Last of Us, и Uncharted, и Dead Rising, и множество других игр. Жанр самой игры экшен-шутера третьего лица с элементами сурвайвл-хоррора в открытом мире. Многообещающе, не правда ли? Наверняка у тех, кто смотрел геймплей, промелькнула мысль о фильме Мировая война Z. Действительно, зомби в игре почти так же много, как и в фильме. Они так же наваливаются кучей и сносят все на своем пути. Ясное дело, что нам скорее всего показывали постановочную сюжетную миссию. Но все же чертовски интересно, как таких зомби реализуют в открытом мире. Хочется уже новых подробностей. Проект и вправду многообещающий, и выйдет скорее всего не раньше 2018 года, эксклюзивно для PlayStation 4. А пока нам остается только ждать новой информации, трейлеров и геймплея. А на этом все, друзья. Это был мой топ лучших игр про зомби. Пишите в комментарии название своей любимой игры в таком жанре. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи и пока!